Честно признаюсь, я смотрел фильмы в Торрентах до тех пор, пока это было удобнее всего. Я перестал это делать, потому что я смотрю сериалы, и я честно скажу, что я их смотрю на турбофильме. Почему? Это платный сервис. Я подозреваю, что они, наверное, пиратят. Сколько вы платите за этот сервис? Я плачу не очень много, я платил бы больше. Мне всё равно, но я плачу, по-моему, 23 рубля за месяц. 23 рубля, да? Я мог бы платить, например, 300 рублей в месяц. Мне в целом всё равно, просто нету сопоставимого по удобству не пиратского сервиса. Но я хочу сказать, что я перестал качать Торрентом, и стало незачем. Появился более удобный сервис. И это, в принципе, стриминг видео, это как бы замена Торрентом. Если бы были игроки, которые предоставляли бы такое же разнообразие видео, как их предоставляют пиратские ресурсы, для меня бы, как для пользователя, например, вопрос отпал. Я даже дополню, ну, то есть вы сейчас подрубаете под корень легальных онлайн, как это называется, онлайн-кинотеатров. Ну, потому что у них тоже может быть иногда спорный контент, на них можно легко пожаловаться. Есть фильм, да, вот, допустим, вышел последний фильм. Возьмём, мы не будем, мы не... Какой рекламе, просто возьмём фильм. Вышел фильм. На него есть право обладания. Вы прекрасно знаете, что за просмотр его любой человек обязан заплатить деньги, потому что труд определённой команды лиц. Значит, соответственно, я прихожу и покупаю его за 300 рублей, но я прекрасно понимаю, как депутат Госдумы и как первый зампред комитета по информационной политике, понимая, что, допустим, рядом с Екатеринбургом или Новосибирском, откуда я избран, да, в каком-нибудь кыштовке за 500 километров, рядом с границей, там, с Казахстаном где-нибудь, у бабушки нет возможности даже 25 рублей заплатить за аренду этого фильма, если она захочет это посмотреть. Я не уверен, что там, конечно, дотянется интернет, но сам факт, то есть не каждый человек может заплатить, позволить даже 30 рублей. Поэтому, на мой взгляд, правообладатели должны вот здесь очень красиво, очень технично и очень аккуратно двигаться в сторону снижения цены на аренду, на прокат фильма, а не на покупку. Покупка, конечно, она стоит денег, 300 рублей, и с пиратами конкурировать очень сложно. Хорошо, это понятно.